От ранней византийской культуры до русского отношения к смеху трудно описать размах научного интереса известного филолога и богослова Сергея Сергеевича Аверинцева. Человек, знавший более 10 языков, написавший около 800 научных публикаций, сочетавший глубокую веру и энциклопедические знания, Сергей Сергеевич, безусловно, был и остается мыслителем с большой буквы. Его наследие только начинают осваивать, и должно пройти немало времени, чтобы по-настоящему оценить его вклад в русскую и мировую культуру. Одним из шагов на пути к осмыслению значения трудов Аверинцева стала выставка, организованная в Российском государственном гуманитарном университете. Оценить масштаб личности известного богослова попытался и наш корреспондент Сергей Кириллов. Невозможно рассказать о Сергее Сергеевиче Аверинцеве в двух словах. Родившись в страшный 37-й год, Сталина окончательно громит всех реальных и вымышленных троцкистов и прочих вредителей, Аверинцев как будто вопреки порожденному террором, страху и молчанию, открыто говорил. В опеке советской пропаганде и насаждавшемуся атеизму открыто верил. В то время, когда для успешной жизни надо было штудировать Маркса, аспирант Аверинцев изучал Плутарха. Словом, Сергей Сергеевич всегда был нетипичным советским человеком. Сергей Сергеевич написал целую серию статей для философской энциклопедии. Особенно для последнего пятого тома. Причем первые и пятые различались радикально. В первом были такие махровые статьи, ну и второй, третий, четвертый. А в пятом была целая серия статей, ну совершенно христианских, православных подухов. В том числе статья христианства. И это вызвало скандал на уровне ЦК. Потому что это издание по философии, это курировалось всегда с самого-самого партийного верха. И вдруг откровенная пропаганда, причем не грубая, не в лоб, не агитка, за веру и церковь, а на высшем научном уровне. Был жуткий скандал, мы ничего не смогли сделать, испугались. Если будут изымать пятый том, то это будет гром на весь мир. Поэтому все прошло. Надо ли говорить, как Аверинцев относился к советской цензуре? Для того, чтобы не писать слово «бог» с маленькой буквы, Сергей Сергеевич с этого слова начинал предложение. Атеисты, встречаясь с ним в узких коридорах, буквально убегали. То ли боялись вопросов не по плечу, то ли чувствовали какую-то неизведанную в нем силу. Глубина знаний сочеталась в профессоре Аверинцеве с человечностью, в самом широком смысле этого слова. Я вам скажу еще об одном факте. Когда я впервые прочел в одной статье Аверинцева слово «отмыслить», у меня было такое же ощущение, как когда-то, вы знаете, знаменитую фразу, «Пастернака прочитать, горло прочистить». Вот то, что Борис Ильич Пастернак сделал в свое время для русской поэзии, то Сергей Сергеевич Аверинцев сделал для нашего сознания, для нашего языка. Это было абсолютно новое, обновляющее думы, чувства и эмоции отношения к мысли. Не считая себя советским человеком, Сергей Сергеевич с болью встретил развал Советского Союза, понимая, что границы пройдут не между государствами, а между людьми, и что самое страшное в душах людей. Одновременно он остро переживал упадок общественного интереса к серьезным научным вопросам, да и просто к культуре как таковой. Потому что телевизионную вакханалью 90-х профессор Аверинцев не называл культурой. А на все, что происходило в его отечестве, Сергей Сергеевич просто не мог не реагировать. «И было замечательно, что он высказывался и научно, глубоко, как богословский, и высказывался прямо на темы политические. Он мог говорить о современной ситуации, прогулки, ничего не боялся. Для него это было абсолютно естественно, потому что в нем не было пафоса политика. Знаете, политик сразу пытается увлечь за собой. Он никого ничего не заражал. Он говорил, и кто-то сразу становился в оппозицию и не принимал на дух. Не по содержанию, а по звуку. А кто-то, наоборот, сразу к нему привлекался, потому что он умел человека приподняться». Память о Сергея Сергеевича Аверинцеве должна не просто жить в умах и сердцах современников и потомков. Его опыт, его труды, его традиции должны быть продолжены. И несмотря на то, что нынешнее образование прилично отстало от уровня советской поры, многочисленные вызовы современности свидетельствуют людей, сочетающих веру и широкие знания, и готовых защищать православие перед натиском светской науки должно быть больше.